Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня в своем видео я хочу показать вам свои новиночки, которые у меня появились в августе месяце, но я вам еще их не показываю. Вот такая судьба. У цветоводов всегда хочется приобрести новый цветочек. Новиночек у меня 5. Я сейчас каждое вам покажу и немного расскажу. Познакомлю вас с этим растением. Кто-то наверняка уже знают эти растения. А потом в последующих видео я, конечно, более подробно буду рассказывать о каждом растении. Когда буду уже выращивать, уже какие-то они у меня подрастут. И я наберусь опытом и буду с вами делиться. Ну, начнем с тамаринда. Тамаринд это дерево родом из тропиков. Относится к семейству бобовые. В природе деревья могут достигать 20 метров в высоту. А в домашних условиях оно, конечно, высокое не вырастет. Но до метра-то можно вырастить его. И еще дождаться от него очень вкусных плодов. Плоды очень вкусные и полезные. Напоминают по вкусу финики. И как бы еще смешано такая, как курага, чернослив что-то. И почему еще напоминает финик. Его еще и называют индийским фиником. Деревце имеет очень такие красивые листики. Его можно в комнатных условиях сформировать с такой, знаете, пышной кроной и невысокое деревце. Оно очень эффектно и декоративно смотрится. И еще есть интересные факты про это растение. Древесина его очень прочная. И ее нередко именуют красным деревом. И тамарин, я могу сказать, очень медленно растущее дерево. Поэтому нужно запастись терпением. А так его можно, в принципе, вырастить из вот этих бобовых его плодов. Там семена находятся. Вот это деревце выращено как раз-то из семян. В магазинах, конечно, я такого растения не встречала. Может где-то оно, конечно, и есть, но у нас его нет. А так его вполне можно вырастить вот в семени, как я вам говорю. Второй экзот – это линчи. Это вечно зеленое дерево, родом из Китая. Это растение обладает красивой и раскидистой кроной. А выращивает его уже очень давно, еще со второго века до нашей эры. В настоящее время произрастает во всех странах Юго-Восточной Азии. В природе дерево может достигать высоты 10-30 метров. Фрукты тоже очень полезные. В домашних условиях вполне возможно вырастить деревце и даже дождаться урожая. Но экзота этого я тоже не встречала у нас в магазинах. Поэтому можно купить плоды личи и вырастить самим на подоконнике. Вот такой вот у меня еще обитатель новый в моей оранжереи. Это Эпифилум угловатый. Ну, как вы уже знаете, я думаю, многие уже знают, что это лесной кактус. Его еще называют филокактусом. И он ценится за свою эффектную листву. И, конечно же, он очень красиво цветет. Родом он из субтропических и тропических частей Америки. Но цветет это растение один раз в год. С апреля по июнь. Ну, конечно, если ему создать такие домашние условия хорошие, то он может и два раза в год зацвести. Это все зависит от условий. Эпифилум имеет очень большие ароматные цветы. Очень душистые и очень красивые. Я этот экземпляр уже приметила где-то год назад в садовом центре у нас и выкладывала в сообщество его фотографии. И я была приятно удивлена, что многие мои подписчики были уже давно знакомы с этим растением. И, кстати, это растение довольно-таки дорогое. Флебодиум. Это очень красивое лиственное растение из рода папоротников. Посмотрите, какие красивые листья у него. Это вот у меня флебодиум. И он, знаете, имеет серебристым оттенком отдает листья. Красиво очень. В нашей стране его выращивают в квартирах и оранжереях. Славится он не только красивой внешностью, но и лечебными свойствами. Укрепление иммунитета, борьба с простудой, с астмой и другие очень многие сердечные заболевания. Там очень много, перечень большой. В общем, очень полезное растение. Флебодиум является вечно зеленым эпифитным растением. Его ползучие корни цепляются за деревья и питаются их соком. Это растение очень устойчиво к болезням и вредителям. Редко-редко, когда на него может напасть щитовка. И то очень крайне редко. Его хорошо используют для интерьера. Его сочная зелень станет прекрасным фоном для цветущих растений. И еще одна обновка. Это циртомиум. Это нетребовательный в уходе папоротник. В природных условиях растет в Азии и в Южной Америке. Листья могут достигать до 50 сантиметров. В молодом возрасте растет очень медленно. Хоть это тропическое растение, но оно очень устойчиво к холоду. То есть его можно выращивать в открытом грунте в южных районах. И так же, как и любой папоротник, имеет очень декоративный вид. Мне вот, допустим, нравятся очень папоротники. Его можно так же выращивать и в подвесном кашпот, как я вот сейчас. Можно его в бозонах на ножках выращивать. Оно тоже очень красиво смотрится. В общем, имеет декоративный вид. Листья у него глянцые, блестящие, красивые. Ну, вот такие новинки у меня. Я немного рассказала. Ну, как вы видите, здесь уже становится тесновато у меня. Потому что, так как уже многие растения, большинство, да уже все практически переехали в дом. Как вы видите, у меня здесь очень хорошо светло. Это благодаря лампе, которую мне прислали на тестирование. Марс Гидро. Мне очень нравится этот светильник. Прям вообще нравится. У меня, кстати, на столике здесь стоит еще мурая. Я ее когда сюда поставила, и она в скором времени у меня зацвела. Просто она у меня стояла в другом месте. Ей не хватало света, и она осыпала бутоны. А здесь вот повлиял свет, и она у меня распустила. В общем, понравилось не только мне, но и моим растениям. У меня не так давно был обзор про эту лампу. Кому интересно, ссылка в описании под этим роликом. До новых встреч. Увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»